В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Еще ближе и доступнее в Подмосковье работают мобильные офисы по вопросам социальной газификации. Очень эффективно. Это позволяет людям не ездить в какие-то отдаленные офисы, а непосредственно возле дома. Уютные домашние посиделки. В Развилковской библиотеке публику порадовали концертом-квартирникам. На стадионе «Металлург» прошло молодежное первенство по футболу. Ребята с каждым годом улучшают свое качество игры, что позволяет кого-то даже приглашать в наши футбольные коллективы главные. Но в начале срочные новости. Сегодня видно в пятиэтажном доме по адресу Советская, 14, произошел взрыв газа. В момент ЧП в квартире было пятеро детей и трое взрослых. Врачи их осмотрели. Тяжело, пострадавших нет. Госпитализация никому не потребовалась. В МЧС отреагировали оперативно. На месте работали семь сотрудников. Комментарий с места событий нам дал заместитель главы администрации Ленинского городского округа Эдуард Радушкин. Оперативно выехали все службы на место. Что увидели? Предварительным данным произошел взрыв газовоздушной смеси, которая повлекла с собой частичное разрушение внутренней перегородки межкомнатной и выбило одно окно стеклянное. Невидимых, никаких либо дополнительных разрушений нет ни в доме, ни в подъезде. Оперативно было эвакуировано 40 человек, жителей 12 детей. Проведено обследование. В квартире находилось 8 человек, 5 детей и трое взрослых. Дети и двое взрослых сейчас на обследование отвезли в Подольскую больницу. У них тоже нет ничего, видимо, абсолютно. Они находились в дальней комнате, поэтому не пострадали. Скорее всего, это было неправильное обращение с газовым оборудованием. Полиция и прокуратура проводят расследование по факту взрыва. Своим примером депутат Московской областной думы Владимир Жук показывает, насколько важно сделать прививку от коронавируса в разгар пандемии. Подробнее о визите народного избранника в Видновскую поликлинику узнаем у Дмитрия Книги. Депутат Московской областной думы Владимир Жук во время своего рабочего визита в Ленинский округ посетил Видновскую взрослую поликлинику, чтобы пройти первый этап вакцинации от COVID-19. Я переболел достаточно. Период времени прошел уже, где-то 8 месяцев. Антитела я померил. Они такие уже слабоватые. Поэтому самое время сделать прививку. И тем более у нас очередная волна. И надо подавать пример. Поэтому решил сделать и сделал. Перед самой процедурой народному избраннику измерили давление и уровень сатурации. После чего Владимир Жук получил инъекцию вакцины «Спутник Ви». Мне казалось, что посложнее будет. Даже не займите Лукова. То есть вообще безболезненно. Поэтому все хорошо. После прохождения вакцинации Владимиру Петровичу вручили сертификат и назначили дату второго этапа. Врачи напоминают о важности создания коррективного иммунитета. Ведь в настоящий момент Россию накрыла очередная волна заболевания. Очень много заболевших. Врачей, соответственно, не хватает. Потому что очень большой поток заболевших. Поэтому я всем рекомендую вакцинироваться. Потому что он не в состоянии справиться с данной ситуацией сейчас. Поэтому всем рекомендую приходить и вакцинируйтесь. Витновская поликлиника недавно открылась после капитального ремонта. Все время, пока шли работы, Владимир Жук держал ситуацию на контроле. А теперь лично оценил результат. Обо всех изменениях депутату рассказал заведующий поликлиникой Тимур Асанов. А добавились ли какие-то новые виды исследований? Да, у нас добавился специалист-полопрактолог. И, соответственно, добавилось исследование. Практологическое. То есть данные исследования позволяют выявить или иные заболевания кишечника. Владимиру Жуку показали кабинеты с новым оборудованием и познакомились с продуманной методикой обслуживания пациентов. Отличительной особенностью видновской поликлиники стала обновленная навигация и указатели разных цветов для удобства посетителей. Мне кажется, что так комфортнее пациентам ориентироваться. У нас навигация выполнена в четырех цветах. Этажи, этажа четыре, цвета четыре. А если все было в одном цвете, мне кажется, для населения было бы сложнее ориентироваться в поликлинике. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Социальная газификация стала еще доступнее для жителей Московской области. По Подмосковью курсируют мобильные офисы, где можно получить все необходимые услуги. Наша съемочная группа встретилась с юбилейным, трехтысячным по счету посетителем, такого передвижного пункта. В Подмосковье программа социальной газификации стартовала 21 июня. А с 15 сентября провести голубое топливо в частные дома стало еще проще. В области открылись мобильные офисы, которые работают по принципу многофункциональных центров. Здесь жители могут подать заявку на 12 услуг. Присвоение адреса домовладения, заключение договора о техническом обслуживании или получение экстренной социальной помощи. По Ленинскому городскому округу курсируют два мобильных офиса социальной газификации. Светлана Красавина приехала в деревню Мильково, чтобы оформить заявку. Жительница поселка-совхоза имени Ленина стала трехтысячным по счету посетителем с начала работы передвижных пунктов. Очень удобно. Все они услуги предоставляют. Все рассказывают, что он интересует. Светлана рассказывает, что президентский проект позволил намного быстрее и проще оформить документы. Газ к ее дому будет проведен к следующему лету. Пришла, документы подала и все. И больше никаких нигде не бегала, как раньше. Надо было объезжать миллион инстанций. Сейчас проще. Стоит отметить, что в нашем муниципалитете по социальной программе уже заключено 155 комплексных договоров и подведен газ в 67 домовладениях. Очень эффективно. Это позволяет людям не ездить в какие-то отдаленные офисы, а непосредственно возле дома приходить в мобильный офис и регистрировать. По Ленинскому городскому округу планируется догазифицировать 1506 домовладений. Это в 47 населенных пунктах. Обхват жителей порядка 3600 человек. С расписанием мобильных офисов, социальной газификации в Ленинском городском округе можно ознакомиться на официальном сайте Мособлгаза. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Развилковской библиотеке прошел концерт, подготовленный сотрудниками муниципального центра культуры поселка совхоза имени Ленина. Сами авторы называют такой формат выступлений квартирниками, что указывает на особую камерную атмосферу мероприятия. Погрузился в нее наш корреспондент Максим Козлов. Солнце холодная медь будет будить дома. Главное отличие подобных концертов в том, что здесь основой выступления являются авторские произведения, созданные самими сотрудниками муниципального центра культуры совхоза имени Ленина. Естественно, что находится место и для известных стихов и романсов. У нас это была давняя мечта. Все как-то не складывалось, но наконец-то мы приехали сюда и смогли поделиться нашим творчеством, творчеством наших сотрудников, жителями поселка Развилка. Подобное мероприятие недавно прошло в библиотеке села Молокова. Сами устроители концерта называют их квартирниками. Что указывает на особую доверительную атмосферу в зале. Мне очень великолепно понравилось ваше выступление. Радушие. Это все идет от сердца, от души. Я вижу, вы столько вкладываете туда теплоты, что просто вот эта теплота пришла в зал. Поселок Развилка славится тем, что здесь живет немало опытных поэтов, многие из которых выпускают собственные сборники. Они высоко оценили уровень творчества коллег из поселка совхоза. Если после карантина вы к нам сюда опять придете, то я постараюсь убедить своих коллег, поэтов, у нас же литературное объединение «Рифм плюс» есть, постараюсь убедить их, чтобы они тоже пришли и послушали. Со сцены прозвучали стихи и песни в исполнении авторов Дениса Гаврикова и Елены Стрельниковой. Руководитель вокального коллектива «Резонанс» Татьяна Поклад исполнила романсы на стихи Марины Цветаевой. Мне понравилось то, что такие молодые, позитивные в это время, когда у всех упадочное настроение, тут карантин, тут локдаун, а тут такие стихи. Нашлось место и для инструментальных номеров. Руководитель кружка игры на гитаре Кирилл Модестов исполнил пьесы, написанные для классической гитары. С экранов телевизоров мы видим популярных, известных актеров, а то, что рядом с нами живут такие талантливые, такие яркие личности, как правило, мы не знаем. Сотрудники Муниципального центра культуры поселка совхоза имени Ленина уверены, подобные встречи в округе пойдут еще не раз. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сотрудники Управления внутренних дел по Ленинскому городскому округу вместе с членами общественного совета подвели итоги одного из этапов всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции». Окружной этап конкурса начался 7 октября. За это время в ОМВД поступило 15 работ, выполненных в разных техниках, но всех их объединяет одна тематика. Участники нарисовали своих родителей, которые обеспечивают в обществе порядок. Чтобы детки прониклись именно в работу родителей, у них это очень сильно получается, потому что все рисунки именно отображаются действительно, как они работают именно в работе. И мне кажется, что родители, наверное, проводят беседу со своими, рассказывают им о каких-то своих подвигах, и, скорее всего, у деток это все получается. Рисунки отбирались в возрастных категориях от 6 до 8 лет и от 11 до 12, а также в специальной номинации, посвященной медицинским работникам ведомства, которые в связи с пандемией несут усиленную службу. Рисунки все очень интересные. Было достаточно тяжело выбрать какой-то один из категории. Ну вот, слава богу, как бы определились, я думаю, все эти дети, как бы, вот они такие молодцы, и они будут, как бы, заслуженно награждены. Теперь рисунки победителей окружного этапа отправятся дальше, на областной уровень. Конкурс приурочен к Дню работника органов внутренних дел Российской Федерации, который полицейский отметит 10 ноября. На стадионе «Металлург» прошло молодежное первенство Ленинского округа по футболу. Соревнования, проводимые уже пятый год подряд, призваны собрать на поле юноши в возрасте от 15 до 20 лет и выявить победителей. За звание лучших на молодежном первенстве борются 10 команд из Москвы и Подмосковья. Всего предусмотрено 6 туров, которые проводятся с апреля по октябрь. Формат 5 футболистов в поле и 1 на воротах. Команды поочередно выходят на траву и играют согласно турнирной таблице. За 15 минут, которые отводятся на каждый матч, спортсменам нужно продемонстрировать умение быстро, технично бегать и передавать точные пасы. Навыком результативно бить по воротам отлично владеет Дмитрий Евсичев из команды Московского городского открытого колледжа. Пусть это не профессиональный спорт, но и сам парень, и его напарники серьезно относятся к своему увлечению футболом. И результат не заставил себя ждать. Эта сыгранная команда – фаворит турнира. Годы тренировок, во-первых. Во-вторых, где-то еще тренируюсь, националь. Параллельно с этими проходят тренировки, игры всякие. И вот не пропускаю. Вот колледж, каждый ездил раз. И вот такого добились результата. А 19-летний Сергей Штыков из Развилковского клуба «Московия» приезжает на первенство уже во второй раз. Спортсмен признается, что для него это отличная возможность почувствовать вкус игры на траве современного поля. Тут все на высоком уровне. Соперники здесь все сильные, здесь все ребята играющие, которые были в спортшколах, многие. В принципе, все игроки сильные, всех хочу похвалить, все молодцы. Впрочем, это не только соревнования, но и шанс. Шанс для каждого юного спортсмена быть замеченным. Организаторы турнира всегда в поиске талантливых игроков для профессиональных футбольных команд. Ребята с каждым годом улучшают свое качество игры, что позволяет кого-то даже приглашать в наши футбольные коллективы главные в городе. Это футбольный клуб «Металлург» видное и мини-футбольный клуб «Видное развитие». Для них это, конечно, большой для ребят старт. Призерами молодежного первенства стали команды «Марс» и Академия МЧС. А лучшими – футболисты Московского городского открытого колледжа. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!